Сегодня отмечается Международный день слепых. Дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Так, в Махачкале прошла выставка-ярмарка, приуроченная к этой дате, где свои работы представили воспитанники спецучреждений для незрячих. На мероприятие побывала и моя коллега Зумруд Гамидова. В этом зале те, для кого окружающий мир ограничен лишь четырьмя чувствами, исключая зрение. Они преодолевают трудности и помогают друг другу. Не секрет, у тех, кто ограничен в зрении, безгранична способность все краски окружающего мира чувствовать сердцем. 15-летний Шамиль поет и играет на музыкальных инструментах с шести лет. Говорит, что любимое занятие помогает ему расслабиться. Мне с детства нравилось петь, играть. И вот, с шести лет я уже пою. Меня научил народный артист Дагестана Адамагомед Амирсиндиков. В экспозиции были представлены сотни изделий детишек из разных районов республики. Эти дети, ничем не уступая обычным зрячим, сумели продемонстрировать на выставке подделки из самых разных жанров искусства. Здесь и картины, и вышивки, и вязания, и мягкие игрушки. Все сделано с любовью и большим мастерством. Когда начала ходить в школу, по урокам, трудам я начала учиться и делать такие подделки. А что больше всего тебе нравится? Ну, шить нравится и делать всякие подделки. Самому младшему участнику 8 лет, а самому старшему 64 года. Сережудин Геледов прославился на всю республику своими пандурами. В молодости любил играть на инструменте, теперь делает их сам. Сережудин признается, что увлечение приносит ему и дополнительный доход. Хоть чуть-чуть зарабатываю тоже. Продаем пандуры, чтобы на пенсии как прожить. Пять, шесть, восемь, смотря на пандур, продаем тоже на месяц деньги, хоть на пять тысяч получаю тоже. Занятия творчеством ребятам просто необходимы. Ведь так у них развивается художественный потенциал. Кроме того, жизнерадостные работы заряжают окружающих позитивом и вдохновляют на новые свершения. У них огромный творческий потенциал. Далеко не все из нас имеют такие навыки, имеют такие возможности сделать вот такие подделки. И когда смотришь на их работы, то видишь их стремление через свою творческую интуицию, через такое позитивное отношение к жизни, как бы определить свой путь, выразить себя. Выставка продолжит свою работу до 27 ноября. Здесь посетители смогут не только познакомиться с творчеством незрячих авторов, но и приобрести их работы. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.